Мы продолжаем рассуждать относительно удивительных слов, которые сказаны в Писании, что мы должны не заботиться ни о чем, но все свои заботы с благодарением отдавать в молитву Господу. И если мы этот вопрос будем рассмотреть глубже в Писании, то выясняется, что Писание говорит, что мы не просто должны не заботиться, мы должны радоваться, когда на нашу долю выпадают всевозможные испытания. Казалось бы, а чему, собственно, радоваться? Кому нравится, когда у него проблемы, когда у него боль, когда у него трудности? Но именно так говорит Писание, и наш сегодняшний текст, послание Иакова, 1 глава, со 2 по 5 стих. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся им. Мы должны усвоить одну простую вещь, что без боли не бывает развития. Казалось бы, это такое парадоксальное изъявление на первый взгляд, но давайте порассуждаем. Всякое развитие предполагает перемены. Развиваясь, мы меняемся. Всякие перемены – это всегда отказ от чего-то, то есть потеря. Всякая потеря – болезненно. То есть в итоге получается, что развитие равно перемены, перемены равно потери, потери равно боль. То есть развитие равно боль. Вы знаете, возле нашего дома была вишня, которую посадил еще мой отец, когда мне было лет 5. Само дерево выросло до высоты метра 3, но у него развилась огромная такая шапка из веток, где большие ветки разделялись на более мелкие, они все переплетались. В итоге получалась такая огромная папаха, которая вся полностью по весне покрывалась белыми цветами, как такое облако из лишнего цвета было прямо напротив нашего окна. А потом, естественно, появлялись вишни, и их было так же много, как и цветов, только многие из них были засохшие, недозревшие, они были мелковатые, со временем они и вкус свой теряли, и было понятно, что дереву тяжело все это вместе носить. Мы как могли за ним ухаживали, и время от времени какие-то ветки засыхали, и я считал своим долгом всегда обрезать засохшие ветки. Потом мне дети стали выросшие помогать, залазили на дерево, пилили эти ветки. Но по-прежнему веток было много, вишни было много, но я думал, ну просто стареет вишня, поэтому она и дает не такие вкусные плоды. И как-то раз к нам в гости пришла наша знакомая, которая выросла в сельской местности, и у нее в хозяйстве у родителей было много деревьев, она знала, как за ними ухаживать. И она говорит, вам нужно вашу вишню обрезать. Ну хорошо, надо обрезать, я думал, что вот то, что я отрезаю на ней сухие ветки, это и есть обрезка вишни. Она взяла ножовку, она взяла секатор, и в течение полудня обкорнала вишню так, что осталось всего несколько веточек. Я был в ужасе, как же, была такая пышная вишня, такая роскошная, она давала так много ягод, а теперь у нее почти все отрезали, все эти отрезанные ветви пришлось увезти на свалку. Но когда пришло время урожая, общее количество вишни было не меньше, чем в начале, но при этом все вишни были большие, спелые, сочные. Огромное количество вот этих веточек, они отбирали соки у дерева, и моя-то идея была, что обрезка, я слышал, что нужно деревья обрезать, что обрезка – это было удаление сухих веток. На самом деле, обрезала, это наша знакомая, ветви, которые плодоносили, ветви живые, и делала ужасное, с моей точки зрения, действие по отношению к этой вишне, но результат оказался потрясающим. Это, пожалуй, весь мой опыт сельскохозяйственной деятельности, но у нас есть слово Божье, и очень интересно, что в конце Евангелия Тана Иисус проводит длительную беседу со своими учениками, и очень часто люди думают, что вся эта беседа происходит в Сионской горнице. Беседа сама длится несколько глав Евангелия Тана, но на самом деле мы должны понимать, что в Сионской горнице проходит только ее часть, большая часть приходит за пределами ее, приходит на ходу. Иисус не сидит с учениками, а он идет с ними, и по ходу дела беседует, и идет он из Сионской горницы в Гефсиманский сад, то есть он спускается склонами к Ичуку, кедрон, за которым, собственно, располагается Гефсиманский сад, и эти склоны были покрыты виноградниками. То есть они идут вдоль виноградников и продолжают беседу. Конец 14 главы Евангелия Тана, скользь, многие не замечают этой простой фразы, три слова, встаньте, пойдем отсюда. Еще в самом начале беседы Иисус говорит, все, пошли. И дальше беседа продолжается на ходу, и лишь 18 глава 1 стих, казав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток кедрон, где был сад, в который вошел сами ученики его. То есть 15, 16, 17 главы Иоанна, это беседа по пути. Иисус идет с учениками через виноградники и беседует. И в частности, Он говорит следующее. Он говорит, «Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградник». Как и прекрасный учитель, Иисус использует то, что они в этот момент видят, как наглядное пособие. Он показывает, как ветви, дающие плоды, расположены на лозе. И 4-6 стих говорит, «Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть в лозавой ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот принесет много плода. Ибо без меня не может делать ничего. Кто не пребудет на мне, извергится, вон как ветвь и засохнет. А такие ветви собирают, и бросают в огонь, и они сгорают». Но ключевым стихом является стих 2-й. «Всякую у меня ветвь». То есть сгорают ветви, которые не на лозе, которые отпали, они засыхают и сжигают. Но при этом всякую у меня ветвь, то есть ветвь, находящую на лозе, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы больше принесло плода. И вот тут, пожалуй, наверное, опыт мой с Вишней больше подсказывает мне, чем вот этот перевод, потому что, наверное, переводчик не больше опыта имелся виноградником, чем я, потому что опытные толкователи и люди, понимающие, о чем идет речь, говорят, что здесь речь идет о трех типах ветвей. Первые ветви, которые вообще не на лозе. И это ветви, которые засыхают и их выбрасывают в огонь. Вторые ветви, это ветви, которые на лозе, но не дают плода. И третьи ветви, это которые и на лозе, и дают плод. Так вот, ветвь, что не на лозе, она засыхает, и ее бросают в огонь. А вот этот всякий ветвь, что у меня не приносит плода, ее виноградарь отрезает, но приводит нас на ужасные мысли. То есть, если мы не приносим плода, будучи во Христе, не приносим плода, так что ж, мы теперь идем в погибель, что ли? Писание этого не говорит. Дело в том, что вот это слово, которое употребляет здесь Иисус, аэрей, и чаще всего переводчики берут его значение удалять, уносить, забирать, снимать, отнимать. Оно также, на самом деле, оно также имеет понятие поднимать и подбирать. То есть, не дают плода ветви на винограднике, которые опустились вниз, они на земле лежат, на них солнце не падает. И что делают виноградари? Они эти ветви поднимают, они их заламывают, они их перекручивают, они их подвешивают на вот эти вот тросы, которые между шпалерами тянутся, чтобы на эту ветвь попадало солнце, и чтобы они начали плодоносить. И многие испытания, которые мы проходим, это вот такое заламывание, подвязка, для того, чтобы мы приносили плода. Но следующее, что нам бы ожидалось, и переводчик следует этому совершенно естественному ожиданию, ну, а кто приносит плод, у того вообще все будет в шоколаде, все будет хорошо, никогда никаких проблем не будет. Вот. И в переводе говорится, всякую приносящую плод, он очищает, вот, но, если слово, которое приносящено, отрезает, айрей, тут стоит, производная, это слово катайрей, кат, это, значит, приставка совершенной формы. И, здесь, слово, как перед, его значение очищает, очищает, освобождает. то есть, на самом деле, речь идет о том, что ветви, которые приносят плода, хозяин подвергает обрезке, он их обрезает, чтобы они приносили больше плода. Как вот тогда с вишней. Ветви, которые плодоносили, их обрезали, от них отрезали кучу лишних отростков, чтобы они приносили еще больше плода. То есть, всякая, значит, речь не идет о том, что кто не приносит плода, будет наказан, кто не на лозе, тот вообще будет наказан, а тот, кто плодоносит, тому все будет хорошо. Тот, кто плодоносит, у него будет все хорошо, но это хорошо не совпадает с нашим хорошо. Потому что подлинное хорошо, это плодоношение во имя Господа. И эти ветви подвергаются обрезке. И мы видим здесь выводы, которые мы можем применять к себе, как виноградная ветра. И мы видим, что в первую очередь отрезаются засохшие ветви. Что в нашей жизни является засохшими ветвями? Что в нашей жизни, в принципе, не способны приносить плода? Мы от этого должны отказываться. Это бремя, несущее жизни. Обида. Мы на кого-то находимся в обиде. Человек, может, даже и не знает о том, что мы на него в обиде. Но это то, что высасывает из нас соки, высасывает из нас силы, не дает нам радоваться жизни, не дает нам благореть Господа, отвлекает нас от плодоношения. Токсичные отношения. Иногда мы ввязались в отношения с какими-то людьми, которые совершенно не имеют ни перспективы, ни цели, и только нас обременяют, только лишь отравляют нашу радость и прочее. Но мы продолжаем тянуть эти отношения, потому что, ну как же так? Очень часто люди нас умышленно используют. Очень часто люди просто... Им не нужны мы, но им льстит то, что мы нужны им. Им просто тщеславие, их не превозносит то, что у них так много хороших друзей. Это эффект Фейсбука. Ведь в Фейсбуке все гоняются за количеством друзей в Фейсбуке. И статистика показывает, что реальных-то читателей примерно 5% из общего числа френдов в Фейсбуке. Но это лишь отображает вот эту вот тенденцию. Это все бесплодные, просто бесплодные ветви. А ветви засохшие, которые в принципе плода прогрессить не смогут. Нереальные ожидания в нашей жизни. Очень часто у нас есть какие-то идеи, мечты, которые в принципе нереальны, но мы только сидим и паримся, а почему же у нас этого нет. А вот если бы у нас было, как бы было хорошо, если бы все было. Но как бы все славно было, если бы было все не так. Это все мертвые ветви. Это все ветви, которые тянут из нас силы. Избавляйтесь от токсичных отношений. Избавляйтесь от нереальных ожиданий. Избавляйтесь от обид и огорчений, ожесточений, которые отравляют наше сердце, при этом совершенно никак не влияют на других людей. Они лишь мешают нам самим. И второе, следующий урок, который мы можем отсюда извлечь, что обрезка, обрезание, которое делает нам наш виноградарь, это не наказание, а освобождение. То есть нас обрезают от того, к чему были привязаны мы, не потому, что это зачастую плохо. Оно может быть хорошо, оно может быть приятно, оно может быть привычно, но оно не дает расти нам дальше. Оно не дает нам приносить плода. Это могут быть места, это могут быть компании, это могут быть проекты, все что угодно, но все, к чему мы привязаны, и то, что нас держит, и не дает расти дальше. Сколько раз в жизни нам было больно, когда мы чего-то лишались? Мы теряем что-то, и так больно, так обидно, потеряли работу, урезали зарплату, потеряли дом, потеряли человека, на которого мы надеялись в этой жизни. И так больно, так обидно, а потом лишь со временем, все это время мы говорили, за что же нам это, ну почему же мы это, вот слово и слово, наступаем на те же грабли, а потом со временем, проходит некоторое время, мы глядываемся назад и понимаем, это же было облегчение. Эти отношения нас держали. Эта работа, на которую ходить было как бремя, она не давала нам творчески воплощать вот это предназначение, которое нам дал Бог, преображать творение, влиять на других людей. Эта обида, за которой мы сидели и не развивали никаких других дел и отношений, она нас удерживала всего. Мы получаем облегчение, мы получаем освобождение. Помним, что всегда развитие это изменение, изменение это потеря, потеря это боль. Но это боль, боль обрезки, это освобождение, освобождение не за что-то, а от чего-то. Мы освобождаемся от того, что нас дальше держало. И следующий урок, который мы должны извлечь, это то, что обрезки подлежат живые ветви, те, что плодоносят. Писание говорит, кого любит Господь, того и наказывает, а если вас не наказывают, может, вы и не дети. И под наказанием это подразумевается здесь не вымещение злобы. Зачастую, да, реальные человеческие родители просто свое раздражение вымещают на детях наказание. А речь идет о воспитании, о формировании характера, о взрослении для большего плодоношения. Очень интересный образ мы видим в Ветхом Завете, когда строился храм Соломонов, то не было слышно ни зубила, ни кайла, ни молота. Все камни заранее были обтесаны в каменоломни, и потом уже на месте, на строительной площадке, каждый камень занимал свое место. Вот эта жизнь наша сейчас, это каменоломня, где мы проходим обтесывание, для того, чтобы занять свое место, как живые камни в храме Господа. И вот перефразируя слова апостола, если вас Господь не обтесывает, так может вы не строители камня, а строители мусора. И какой бы изящный и красивый не был этот кусок строительного мусора, когда строительство будет закончено, он весь будет выброшен на свалку. Нас Бог обтесывает, мы здесь готовимся к вечности. Обрезка – это отречение не от того, что плохо, а от того, что мешает быть еще лучше. И что является побегами, которые отбирают у нас соки? Во времена трудностей зачастую это могут быть новости. Мы просыпаемся и первым делом хватаемся за сообщения новостей, а что там происходит, что на фронте, какие сведения от коронавируса, вместо того, чтобы воздать хвалу Богу. Всему свое место. Мы должны нести ответственность за дом, в котором живем, за город, в котором живем, за страну, в котором живем. Но в первую очередь мы должны понять, что все в руках Божьих. Хозяйство. Зачастую есть люди, которые настолько заняты своим хозяйством, что потом стоит вопрос, а кому они потом это передадут? Если это хозяйство не во благо, не во славу Божью, не для того, чтобы делиться с другими людьми, все, что нам Бог дает, чтобы мы делились. Но это тоже могут быть побеги, которые отбирают соки. Третий, четвертый уже вывод, который мы можем делать из этого текста, это то, что чем дольше мы тянем, тем больнее будет обрезка. Потому что тем больше вырастут те ветви, которые надо отрезать. Чем дольше мы глубже уходим в эти токсичные отношения, чем дольше мы пытаемся удержаться на работе, которая уже нам самим надоела, сотрудникам мы надоели, начальники нас видеть не могут. Мы все друг для друга бремя, но это же будет, мы же так долго боролись за то, чтобы удержаться, так что же теперь сдаваться, что ли? То есть тем глубже мы влазим в эти отношения, в эту работу, в эту зарплату, в это хозяйство и прочее, тем труднее, тем больнее будет потом эта обрезка. С другой стороны, если вам было больно потерять что-то, то может быть это и есть болезнь роста. Когда организм растет, он болеет, потому что он меняется. Может быть это болезни роста, а не может быть обрезка. Может быть это отсечение чего-то сейчас, чтобы у нас было больше плода потом. И мы этого не знаем, мы этого не видим. И еще раз хочу повторить, что особенность нашего нынешнего времени не в том, что мы не знаем, что будет дальше, а в том, что мы знаем, что мы не знаем, что будет дальше. Потому что до этого мы были уверены, что мы знаем, что будет дальше. Мы не знаем, и проходя через все эти испытания, мы должны следовать словами апостола, с великой радостью принимайте, когда впадаете в всевозможные искушения, потому что через это вы формируетесь в то, для чего вас Господь избрал. Через это вы проходите обрезку, чтобы приносить больше плода. И именно очень часто мы любим цитировать эту фразу, что тем, кого Бог любит, все содействует ко благу. И вне контекста мы как думаем, что значит, что не случилось, нам будет только лучше. Мы будем лучше себя чувствовать, мы будем больше преуспевать и прочее. Но контекст о том же самом. Мы не знаем, как должно быть. Мы не знаем, о чем просить Бога. Мы не знаем, о чем молиться. Мы не знаем, каков его план. Мы не знаем, как будет будущее. Что будет в будущем. И сегодня мы знаем, что мы этого не знаем. И в послании к Риме нам апостол пишет, 8 глава, 26-30 стих. Мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа. Потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Мы не знаем, какова воля Божья. Но Дух, который живет в нас, Он-то знает, какова воля Божья. И Он за нас ходатайствует воздыханиями неизреченными. И дальше, именно в этом контексте апостол пишет, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Дабы Он был первородным между многими братьями. А кого предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Существует богословский термин «предопределение». И существуют разные взгляды на этот богословский термин среди разных направлений христианства. И серьезные дебаты на эту тему. Но при этом мы должны понимать, что вот это единственное место в Писании, где употреблено слово «предопределение». И здесь сказано конкретно «Бог предопределил нам быть подобными Его Сыну». И то, что мы проходим, эта обрезка, это строительство, через которое мы проходим, это как раз и есть наше движение в сторону того, к чему мы предопределены. Мы все больше и больше уподобляемся Его Сыну. Все больше и больше мы проходим обрезку, отбрасывая то, что нам мешает расти в Его подобие. То, что нам мешает, становится все больше и больше похоже на Него. А развитие – это перемены. А перемены – это всегда потери. А потери – это всегда боль. Развитие – это всегда боль. Вам больно? Радуйтесь, вы растете. Аминь.